Казахстан в этом году отметит четверть века независимости. В истории государства 25 лет малый срок, но Казахстан уже успел многого достичь. Наша страна вошла в 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахский язык преподают в ведущих учебных заведениях Южной Кореи, Германии и США. В 2017 году именно Казахстан будет проводить масштабную международную выставку Экспо-2017. Как только президент дал старт юбилейному году, началась активная подготовка к празднованию Дня независимости. Творческая молодежь Казахстана не осталась в стороне. Песни, фотографии, стихи – их в интернете появилось очень много. 16 декабря 1991 год. Верховный совет Казахстана принял новый закон. С тех пор мы выбираем по свободной воле. Свобода слова «и» – это ведьма была нашей долей. Прошло много лет, и никто не позабыт. Помним каждый момент, что остался позади «яу». Мы патриоты страны, это должен знать теперь каждый 20-й лет подряд с праздником всех граждан. Казахстан, родина моя, душа моя, ты так прекрасна и необразима, моя страна. Растешь, цветешь, все высоко, ты вновь и вновь. Не устаешь, мой молодой, мой край родной. Твоя природа необъятна хороша, твое богатство – неземная красота. Шымкенские поэты не отстают. В честь 25-летия независимости Республики Казахстан в библиотеке имени Пушкина молодежная организация «Клуб молодых поэтов» проводит поэтический конкурс. Больше 20 участников сегодня прочтут свои произведения. Каскарбек Мереке – студентка первого курса филологического факультета Южно-Казахстанского педагогического университета. Писать стихи девушка начала с роднего детства. До конкурса она подготовила стихотворение о независимости и произведение своего собственного сочинения. Я вообще очень люблю писать стихи. С детства этим занимаюсь. К сегодняшнему конкурсу я подготовила стихотворение о независимости нашего государства и свое собственное стихотворение, которое писала с большим вдохновением. Я очень надеюсь, что мои старания оценят по достоинству, и я одержу победу на этом конкурсе. Привлечь интерес к искусству, воспитать дух патриотизма и научить молодежь любить поэзию – вот главные цели сегодняшнего конкурса, считает один из организаторов мероприятия Шина Солтокихан. Я считаю, что у каждого из нас есть тяга к искусству, и мы сегодняшним конкурсом хотим показать, что и в нашем городе есть таланты. И не стоит соединяться своего любимого дела. Я и сам пишу стихи, увлекаюсь этим с детства и сегодня тоже приму участие в этом конкурсе. Как выразить свои чувства, эмоции, настроения? Пожалуй, один из лучших способов это сделать – это стихи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok